Сергей Сергеев принял 9 человек. Жительница села Большой Утриш Галина Макарова рассказала главе о жизненной ситуации, связанной с оформлением в собственно земельного участка. Как это нередко бывает, пожилая напчанка не уживается с дочерью и, чтобы не обременять родственников, стремится жить отдельно. Участком пользуется с 90-х годов, но не может юридически его оформить. Обращение в суд не принесло результата. Сергей Павлович поручил своему первому заместителю Светлане Яровой тщательно изучить вопрос и оказать юридическую помощь заявителю. Просьбы Валентины Сайкиной касались жителей четырех многоквартирных домов в Киблерово. В кассе РКЦ принимают не все платежи за коммунальные услуги. Для расчетов с управляющей компанией приходится выезжать на почту или отделение банка. Пожилым людям сложно. Глава Анапы пообещал посодействовать в решении вопроса, а также рассмотреть возможность устройства пешеходного перехода к автобусной остановке в Киблерово. Руководитель ТОСа номер 142 в поселке Малый Утриш Василий Литвинов поделился с Сергеем Сергеевым сложностями в своей работе. Основная вывоз мусора заповедной территории, не секрет Малый Утриш, своей природной красотой и удаленностью от городской суеты, привлекает туристов-дикарей со всей России. Отдыхать там любят многие, а убирать за собой единицы. Глава курорта и общественник обсудили возможности решения этой и других существующих на территории проблем. Сергей Сергеев поставил на контроль озвученные заявителем вопросы. Побывать в Просторном, чтобы на месте изучить проблемы и принять важные для жизни поселка решения, главу Анапы попросила Людмила Юрова. Одна из поднятых ею тем – ремонт местного клуба. Сергей Павлович пообещал не оставить просьбу без внимания. Клуб – центр проведения досуга детей и молодежи. Оставлять просторный, без культурного очага нельзя. Еще один немаловажный вопрос – закрепление профессиональных кадров в сельской местности. Людмила Юрова рассказала о врачах, работающих в Просторном, и содействии главы в решении их же личного вопроса. Заместители главы Анапы также провели прием жителей Субсехского сельского округа по личным вопросам, каждый по своему направлению. Все обращения поставлены на контроль.